Друзья, мы уже в экотехнопарке Вот Анатолий Дуарович проводит сейчас осмотр, что сделано, инспекцию Ну и вот тут уже участники у нас сегодня, видите, мы только что приехали Вот Анатолий Дуарович Да, это в эфире уже Кирилл Шимко, это мировой рекордсмер, наш друг и партнер Видите, тут уже ни у кого нет сомнения сегодня На фотошопе нарисовал Да, что это на фотошопе и на этой широкой груди у нас Skyway Виктор Бабурин, так сказать, это Ну и я, соответственно, с вами тоже Видите, все мы уже все в одной форме Вот, только Виктор у нас без кепки Не любит он кепки носить Вот, но я думаю, что ему это простительно Вот, так что, видите, сейчас Я могу дать комментарий Да, Анатолий Дуарович, давайте Предлагался ли он изначально такой массивный Давайте на фоне туда, наверное, вот это Нет, на фоне Да, 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 Анатолий Дуарович, ага Много разговоров, что так медленно лестницу строите Это на самом деле не лестница И это пристройка, которая является противовесом для анкерной опоры А этому и есть объективные причины Когда мы начали строить И у нас пошло серьезное недофинансирование Пришлось менять конструкцию путевой структуры Вот этой дороги Для того, чтобы ее удешевить Будущая путевая структура, она еще не монтируется Его удалось удешевить Вот, примерно, несколько сот тысяч долларов Но это привело к увеличению температурных усилий Которые возникнут с вероятностью раз в 100 лет Дело в том, что мы проектируем дорогу С вероятностью того, что раз в 100 лет будет мороз 40 градусов И будет нагрев на солнце конструкции плюс 60 градусов Цельсия То есть это перепад температур 100 градусов И проект на усилие увеличилось с 800 до 1000 тонн Если бы мы оставили конструкцию анкерной опоры Такой, как она была, ее бы просто сбил Поэтому пришлось немножко ее доработать Примкнуть эту часть, эта силовая часть Весом несколько сот тонн Которые являются противовесом от того покидывающего момента Действия температурных усилий При этом это дало свои плюсы Потому что появилось несколько помещений здесь В том числе здесь будет диспетчерская И здесь будет система энергопосвещения Для того, чтобы в будущем Юнибус высокоскоростной Мог развить скорость в середине участка Там будет участок еще определен на 15 километров И при скорости, при разгоне до 500 километров в час Потребляемая мощность будет порядка 1000 киломатт Поэтому мы должны запитать путевую структуру Вот этой мощностью И потом еще в комплексе Да, пристройка на... Далое дорожание на несколько десятилетий долларов А мы сэкономим несколько сот тысяч долларов Поэтому здесь и общая команда Действительно здесь есть достаточно серьезная пристройка Не просто какая-то лестница Здесь есть монолит Здесь будет кирпич И вот, видите, пеноблоки Ну, отлично А у всех вот у нас будут грядки, которые пригрузят в грунтон Ну что, идем забор смотреть? Нет, пойдем Так, друзья, тут по забору Значит, Кирилл у нас очень плотно, ну, скажем, и сотрудничает и работает с МЧС И он свой рекорд как раз устанавливал по тому, когда он протащил самый тяжелый вертолет в мире Как раз именно в тех пожарных средств МЧС, да, Кирилл? Вот И как раз он уже министру представил и запись, которую делала наша команда Вот, с нашим летающим дроном Вот И тут как раз Вот сейчас вот так вот Кирилл Солнце плохо видно, друзья, тут О, вот так вот Да Так, так, как он И вот как раз сейчас Антонидович будет показывать Ну, и как раз Кириллу забор интеллектуальный Потому что у МЧС есть большие потребности И не исключено, что МЧС может выступить заказчиком на очень серьезные именно ограждения С точки зрения уже вот как раз построения интеллектуального забора Вот, так что у нас, видите, сколько сразу и нужных, и полезных дел, которые мы сегодня делаем Вот, так что вот мы подходим к нашему интеллектуальному забору Вот И как раз буквально на этой неделе, Кирилл, когда вчера или позавчера Да, 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 да В МЧС наш, наше предложение Вот именно по тому, чтобы МЧС Беларуси выступил заказчиком на ряд Сначала нужно объяснить, что такое вообще И почему оно уничтожает И почему уникальность вообще Так, сейчас я тогда переключусь на то Кирилл, ты тогда Нам только сейчас будет рассказывать Да, да, да Так, друзья, вот сейчас Анатолий Дович будет говорить Это самое, слышно? Дайте обратную связь, пожалуйста Наверное, ближе приказать Не-не-не, нормально, нормально Да, все, пишут, слышно Ну, конструкция ограждения простая достаточно Есть ангел напора Она стоит на концах участка и на поворотных участках И натягивается высокопрочная проволока Вот эта проволока 4,2 мм диаметром Она выдерживает на разрыв порядка 5 тонн Поэтому для того, чтобы порвать все проволоки Их 11, надо, ну, порядка 50 тонн Поэтому цель забора какая Не остановить мгновенно какое-то движущийся там Ну, допустим, автомобиль, танк там или что-то, да Видите, они свободно размещены Ну, как сеть, она достаточно гибкая, эластичная И когда что-то тяжелое едет с той стороны Эти поперечные планки, они выполняют, в данном случае, декоративные функции Ну, чтобы просветить А если там будет, что-то тяжело двигаться Здесь надо силовые, более прочные планки И тогда лактополок, она отрывается от этих слабых окон Середневно-кранатки Она просто как-то типа рука вытягивается А потом, как раз, просто идут туда Это, как бы, силовая часть И потом у нас сады посажены, они молодые И вот, как бы, если только зимой не поедешься Мы уже с зайцем на берег, пути с зайцем Вон, зимой не мог пробраться Летом ему корма хватает, а зима нет У нас там предстоят, где-то, видите, на столы Через 30 метров Там солнечная батарея будет стоять И если человек подходит, то фонарь загорается Сверху будет смонтирована категория структура Тоже с этим струком И здесь там будут стоять генераторы высоты частоты И как только, вот, начинается это, дается разряд И чем просто теряет сознание Сколько? На 20-30, да, литр и литр Потом, здесь тоже будет система Закопано будет октавлокно в землю Он будет, естественно, где-то закопано Но оно, даже плазущий человек, зимой ползти, на расстоянии 10 метров, он будет обновляться Идущий человек на расстоянии несколько десятков метров Автомобиль на расстоянии несколько сотен метров То есть по колебаниям земли И поэтому всегда можно мониторить, есть ли тут кто-то, кто хочет проникнуть через ограждение или нет При этом система, она индивидуальна И она будет определять, это животное или человек Ну, животное не представляет опасности, так? А человек представляет опасность, либо техника И поэтому есть система предупреждения Тут же есть еще диспетчер автоматический Который тоже через интернет связан с секьюрити С людьми, которые могут либо принять решение, что делать, либо приехать там, обезвредить И модуль, который будет здесь двигаться, так? Он будет тоже иметь, образно говоря, свои мозги Он будет интеллектуальный Он может, у него будет, как бы, громкоговорящая связь Он может разговаривать, генерить определенные фразы Предупрежающие о том, что не нужно сюда проходить, да? То есть я предупрежаю о том, что будут приняты меры Вплоть до того, что на поражение, если это будет необходимое Потому что, если здесь, допустим, атомная инфраструкция, то ясно, что никто не должен предназначить ограждению А только те риски, которые хочет взорвать атомную станцию Поэтому здесь есть опции И можно, как бы, любой вариант сделать Какой нужен заказчик? Нам, например, здесь не надо бояться принятновения кого-то, да? Поэтому здесь вот эту часть Ну, как бы, мы предусматриваем Вот для демонстрации Вот это здесь Вот это вот волокно Вот поражение Система поражения полем Но поле не убьет человека Просто его бездвижит на 20-30 минут Вот И вот демонстрирует заказчику Можно прийти вот туда И то мы видим, что несколько по-другому сделано И не генеративные, а силовые, как бы Да, мы вот постоянно оптимизируем Мы показываем разные варианты Ну, да Мы взять и другой, допустим, с автомобилем на рынок На данный момент Убрать Убрать Пронуться можно чаще, это условно, их может быть 30-11, они могут быть режут, тогда чисто визуально надо визуализировать, не ходить, если каштить. Стоимость примерно на сколько там? Стоимость, она, ну, нет смысла говорить сколько стоит там, и 2 тысячи долларов, и 2 миллиона. Здесь его нет, он не нужен, это для демонстрации. Мы не боимся, если кто-то перелезет, ну что, он на порубу взорвет или что, или что-то украдет там. Это нет смысла, поэтому зачем мы дорожали. Здесь просто от животных скорее и от любопытных, чтобы предупредить, не надо, здесь ограждение. Вон там вот, видишь? Вижу, да. Вот как раз, да, мы натягиваем, да и будет. Поэтому это ограждение, оно дешевле других типов ограждений. При этом надо понимать, что во многих странах действует закон о том, что ограждение должно быть прозрачным. Есть даже нормы там, допустим, не менее 80 процентов. А у нас, посмотрите, у нас 99 процентов прозрачность. То есть он есть, но его нет ограждения, его не видно. Нельзя стеной закрываться, это во многих странах просто запрещено. Потому что надо видеть, что там происходит. Ну а с секретными объектами как? С секретными здесь может быть вторая линия или первая линия. Здесь может быть и другое еще ограждение. Перелез одно, а другое не принадлежно. То есть, для техники вот это может быть, ты не прорежешь, а дальше там что-то другое может быть. И не прозрачно. Ну а здесь же можно регулировать прозрачность количеством планок. То есть, можно просто увеличить количество планок и сделать их? Понятно, да. Ну, если в этом есть необходимость. Это все. Проволоки меняются, может быть, в два миллиметра. Иначе уже силовая часть будет, ну она не выдержит 50 тонн, но 10 тонн тоже достаточно. Но будет дешевле, допустим, 5-10 раз. Стойки, опоры, чистоту, количество и характер этих планок. Поэтому у нас и очень дешевый вариант. Ну это, на самом деле, конечно, Анатолий Иванович. Иногда заказчик взбивает многовариантность. Он приезжает, думал, что есть там 2-3, а тут... Виктор, вот ты когда зайдешь в магазин, там вот только один тип хлеба, колбасы, сыра, там чего-то еще. Я думаю, ты сюда магазин выйдешь. Неправильно. Мы выходим на рынок. А рынок весь мир. И столько разнообразия заказчика, да? И столько многообразия проблем, которые не существуют. И мы говорим, мы решим любую твою проблему. Вот решение. Мы под заказчика работаем, а не под себя. Начинаем просто. А не под себя. Кто должен пройти, кто не должен пройти. Да, они дают. Освещённость, неосвещённость, охранный модуль. Какое усилие? На лося, допустим. Ну, он весит там, ну, по тонну. Он не развивёт усилие 50 тонн. Зачем такое прочное будет? А лось, например, представляет опасную опасность для скоростной железнодороги. Если лось, дикий кабан выйдет на путь, от удара поезд идёт средства. И когда хотели построить высокоскоростную железнодорогу Москва-Санкт-Петербург в свое время, потом Ельцин своим указом отменил этот проект, то нам ничего лучшего не придумали, как построить, нет, построить забор мощный, но потоком, то есть чтобы шарахнуло по рогам там или по копытам, да, потом вырыть два рва и заполнить их водой. Я посчитал, что только ограждение высокоскоростной железнодороги стоит дороже, чем струнная дорога. Понимаете? Но там ещё другая проблема есть. Меня всё время интересует. Они говорят, когда спрашивают, а как животные? Говорят, а там у нас через каждые три километра переход. И мне вопрос, на каком языке написано указатель. Смотри туда, там два километра, там переход. Видимо, в Китае на китайском, в Германии на немецком, в России на русском. Нам не нужно ограждение для нашей дорогской авы. И вот там животные будут выглядят свободно. Но! Ускоростнойшняя дорога такая проблема существует. Вот решение. Пусть это стоит. Оно не стоит миллиона долларов. И опять же, едут люди, если это был бы какой-то сплошной забор, всё, что ты видишь, едет на поезде, это бетонный гибролюбный степень. Это неинтересно, конечно. А то ты едешь в бетонном жёлобе. А здесь ты едешь и видишь всё, что... Те же автобаны груждают. Да, да, да. Те сеточки, которые сейчас, там любой лосик проложат, да? К примеру. Ну тоже, если даже ехать там с большой скоростью, там, на некоторых автобанах 100 квч, сейчас туда же заяц, попавший в тот колесо, то её ковали. Вот их просто погибнуть люди. Значит, животные не должны попадать. Взлётные полоса, то же самое. Да, аэропорты, военные объекты, атомные электростанции, порты. Ну, много объектов. Склады. Дачные посёлки, там, военные там, склады, те же военные, да? Особо охраняемые зоны, заказники там. Их, то есть, много скачивается. Да, и мы можем дать, как бы, тысячи вариантов этого продукта. То есть, нам дают базовые параметры. То есть, они смотрят, им говорят, интересно, дают нам потребности. Да, базовые параметры. И дают цену какую. И мы под эту цену делаем максимально эффективный вариант. Потому что где-то ужмёмся с проволокой, где-то ужмёмся с высотой опоры. Можно же это тоже вывернуть. Подойдём, как на конец. Место, где стоял в прошлый раз, на шатёрной. Это часть закладной детали, куда приходят усилия, как раз в тысячи тонн, в ту плиту. Там был вопрос, а что у вас там валяется, эта железяка? Вы не забыли её поставить в плиту? Не забыли. Вот в тупянком напоре. Она стоит в плите, потому что сейчас будет катанеры плиту. А эта вот для плиты, которая ещё не смонтирована. Как видите, она не валяется, она стоит на... Наталья, давайте обойдёмся, покажите вот эти столбы. Я не понял, которые уже бетоном завивали. Зачем это показывать? Это... Ну, вспомогать на какой-то... Там не столбу. Ну, не столбами вот эти вот. Это чтобы залить бетон. Ну, поставили стойки, залили бетон. У нас нет цепи. Можно сказать, ну, и что это, о чём? Не, просто... Ну, пойдём, скажем. Мне не надо так. Потому что будут ещё вопросы. Ага. Не так залили, не то залили. Не так поставили. Всё. Так, антолёж. Да. Ветерок какой, да? Да, постойте. Подойдите там, я не слышу. Сейчас я переключаю. Пока шли. Это стойки P-образных опор стальных, которые будут стоять на лёгкой системе. Внутри бетон. На заводе не смогли залить бетоном. Поэтому мы поставили арматуру. Просто здесь поставили, чтобы залить бетон. Бетон наш вот. Он жидкий. Его залили. Сейчас он схватится. И потом поставим туда перемычки. Будет P-образная опора. Это для Венебайков, да? Вот тут две опоры стоят. А, всё, вот. Вот там анкерная. А там ещё две опоры стоят. И там анкерная. И там тоже две опоры по образу. Поэтому четыре опоры с перемычкой. Видите? Да, да. То есть мы их, по сути дела, здесь и изготавливаем уже, да? По большому счёту. То есть прямо в поле. Вот. Вот. Вот бы цех у нас свой. Ну, естественно, мы идём где-то по-другому. Но цеха нет. Это стоит. Не один миллион долларов. У нас этот бетонет. Так, а бетон во сколько начнёт привозить его дальше? Ну, первую машину надо прийти 3 часа. Обычно мастерские везют. у нас здесь что поймали то и поели так сказать есть нечего это идет строительство уже это мини офисного центра леталетной площадкой тут меня офисы где можно встречи переговоры к нам скоро поедут серьезные люди пошел дождь и что мы будем стоять на улице и там град или зимой там заказчик уехал отсюда с подписанными потом вот красивый дом это как раз тоже отработка технологии что потом мы будем строить то что мы магазинах кушаем и вообще-то есть нельзя по большему счету это одна химия при этом она из показа для того чтобы огурец или яблоко попала на стол потребителя они проходят путь в среднем 2400 километров вот можно представить что остается после того как ты настолько транспортируешь а теперь представьте что мы вырастили огурец или помидор на нашей крыше и тоже съели причем мы знаем что и почва правильно и огурец и помидор тоже правильно при этом того сада огорода что на крыше достаточно и не обязательно самому самому нет уже надо энергетику подвести канализация тут водопровод нет ну это коммуникация одна за коммуникация но геотермальная как белорусский геотермальный энергетик мы эти элементы тоже будем использовать но не сразу у нас нет лишних денег что просто вкладывать наша тема это не дорого стоит в сравнении с вот этими зарплатами но без этого вот эту часть мы тоже не окупим и не найдем заказчика это достойно все надо это принимать и везде должен быть комплексный подход везде я помню я был партнер болонский но многие его знают камбоджитский сиделец сейчас он тоже по-моему ты тоже сейчас сидишь в морковской тишине да да олигарх который ну может многие слышали что как он видел как он видел технологию какие-то манкерные опоры надо начать веревочку повесить корыто карета не упала верёвочка не порвала всю технологию работы не так надо технологию продавать а вот так как мы это делаем ну что ну что туда потом смотрите когда бетон поделить уже тогда можно сейчас обратите за сад показать огороды а вот эти опоры это под что да могу сказать попоры там тоже были комментарии что-то книжка тоже по голове ком по башке даже не по башке даст обязательно а вот когда по этому полю поедет автомобиль он по башке никому не даст а трамвай который едет высоте 20 сантиметров днище надо сайтам по башке никому даже отрезает эти голове и ноги для то что транспорт может быть ехать на не на низкой высоте и на большой высоте и надо показать то и другое можно ехать над прямо лугом над травой можем ехать над асфальтом но все 20 лет мы можем на высоте 20 метров поэтому здесь показана высота 8 метров причем два в одном высокоскоростной навесной сверху и подвесной снизу здесь достаточно высота что приехал автомобиль там техника да в том числе есть мы специально сделать чтобы можно было ехать вот юнибус городской будет ехать дно на высоте 20 сантиметров над землей потому что много вопросов а если сломается это же как что с парашютом прыгать не надо сиди сломается мы откроем дверь выйдем на траву вот показать возможности низкого расположения транспортного средства над землю это может городах над асфальтом асфальт будет чисто работаем это можно в заказниках заповедника когда ты едешь а вокруг те звери в то же время нет асфальта да и нет там рельсами и так далее то есть есть области применения модель показать а второй участок будет здесь много пролета не 40 метров и многие спрашивают какие пролеты 40 метров там пролет здесь 50 метров 800 метров участок будет разворот и разница 15 метров то есть там двянка напор и обратно пойдет другая дорога стандарт тот же а вариант исполнения будет другой вот показан подъемную высоту на пролете 200 метров потом центральный пролет длиной 400 метров потом спуск вниз то есть там тоже 800 метров это кольцевая трасса и мы на ней покажем несколько вариантов исполнения на одной трассе конечно что каждый раз строит новую дорогу покажу зачем это тем более мы не возим людей здесь мы будем демонстрировать и когда будет демонстрация никто там ходить не должен это демонстрация когда показывает трамвай никто на рельсах не стоит так же и когда показывает никто не ложится под колеса они стоят в стороне и здесь надо стоять в стороне и смотреть как оно работает и делать выбор что нужно заканчивать низко вроде место вода на глубине следующие включение будет буквально через там на 20-30 минут когда уже начнется заливка бетона вот и мы как раз еще параллельно будем добывать себе еду на ужин пообедать и это да то есть мы еще без обеда только с шоу приехали поэтому у нас по плану еще выловить вот из этого водоема хотя бы 23 карпа сами на эко технопарке себе еще еду добываем огурцы помидоры у нас растут нам на грядках добрый день пожелания если спал от поймаете золотую не забудьте загадать желание желание у нас у всех одно строй скайвей спасать планету друзья спасибо по за пол золотую рыбку там амаран посаживает за опорой вот это вот как раз это все сад идет вот мы его уже показывали на втором но мы тот сад показывали на этот это весной это весенний сад здесь яблок нет в осеннем яблоки здесь оборвали то что корневая система не поделит так что да все друзья значит у нас сейчас перерыв потом я все-таки обещал что в прямом эфире покажем рыбу которую в углу ловит анатолий дворович так сказать ну и мы все будем в этом участие поэтому все друзья давайте небольшой перерыв сейчас мы будем ждать когда будут приходить первые миксеры потому что как раз будет смотреть как заливаться бетон вот и потом будем добывать рыбу обед и на ужин все друзья всего доброго так друзья да иду 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 значит у нас был технический перерыв вот тут поехала техника сейчас от инспекции вот и как мы говорили что у нас в контекнопарк если не поработаешь только останешься голодным поэтому мы сейчас подготовили будем ловить рыбу вот анатолий дворович у нас как главный заядлый рыбак виктор боборин с кириллом шумку будут помогать ну а я буду при всем этом наверное только в онлайне смотреть чтобы рыбы никуда не убежала вот поэтому сейчас мы тут обходим сейчас покажем опору которая уже началась строится под анатолий дворович я эту опору позиционировал как уже яму 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 да вот мы во вторник видели друзья здесь была яма да сегодня суббота да видите уже заливается то есть не рабочий день да анатолий дворович просто так сказать это подготовка бетона под фундамент опоры а потом будет фундамент потом сама собственно анкерная опора ну вот кто просил там в онлайне вот фактически друзья за это вы два раза в неделю получаете репортажи но это наши sky грядки высокие грядки вот тоже моя идея до конструкции здесь урожайность разы повышена по цене просто с почвы где закладывается на 20 лет питания ну мы только ее мая мы сейчас готовим а это не просто это там червячки живут которые расползают обоползают вошел заползают кушают вот этот расползает вот их домик вон там идет на воду на метр ага да вот с чем дело не так без червей дело это все в домике для червячков оказывается без червей они удобряют это где у нас тут sky огурцы а sky огурцы все собрали нет нет так они по смыслу их цветели да да ну вот если уже не один мешок собрали огурцы да я себе sky огурец нашел да я не знаю но тут полно посмотрите как все цветет мы уже когда на собрании там зимону вот тут вот тут это как сыпь ну вот так вот и там Кирилл можно срвать кирилл смотри для тебя прям огурец смотри мок помидоры тоже собираем мы уже собираем две недели а вон она говорит, я сейчас помидор вижу без теплицы, без ничего и не нужно для того, чтобы не нагреваются у меня твое стекло, чтобы не там то, что надо почаще посадить, потому что нагревается на солнце и плохо держишь, поэтому я более... потому что она не почаще не получается не почаще она туда выходит она, да? не надо не боролся просто посадили и выросли вопрос, а когда смена следующего дисконта? а когда мы будем получать дивиденды? вот они дивиденды уже идут вкусные все по плану так что, да, друзья, все по плану а помидоры, я вам скажу, какие вкусные настоящие да, вот именно с детства вкус такой здесь почвы отличаются это тоже эксперимент, чтобы сравнить хотя на вид вроде как обычная почва, но она необычная знаете, когда австралийцы задали вопрос а зачем вы занимаетесь агротематикой то есть вы транспортная компания инжиниринговая мы понимаем, да, ну уже круто а зачем? и в принципе вопрос, ответ был очень простой ну, а что делать с той почвой, которая была похоронена под асфальтом по железной дороге и сейчас, и ее надо будет как-то возрождать ну, они говорят, вы что предлагаете то есть комплексное решение? не только построить дорогу, но и как еще скажем, привести все в порядок да они говорят, ну круто тут как бы уже сложно что-то сказать вот, и еще, вот мы тоже сейчас вот только обсуждали сегодня, когда четверг, наверное вот, на переговорах с представителями Судана вот, то же самое, вот Анатолий Леонидович я говорю, сколько лет уже знаю и все равно не перестает удивлять новые формулы, новые термины и появилось новое понятие SkyWay, что это не просто транспортная коммуникация а это комплексное освоение территории, это комплексное развитие территории, это, друзья, принципиально новый подход не важно, пустыня, вечный Мезултан, горы шельф моря есть территория, нет людей приходим жилище комфортное, да дороги безопасные, экологически чистые энергетика абсолютно, еда нормальная не привезено за 2000 км а выращено здесь рядом под контролем тех, кто там живет потому что не будет садовник в доме, где вы живете что-то неправильно делать вы просто его выгоните, если он будет неправильно делать а это, конечно, просто, друзья а это шевель? нет, какой шевель? полезно, салатик, поешь, травка давай попробуем витамина много что такое? Кирилл Шемко химии нету вообще химии нету ну это то, что тархун ну, одна из разновидностей салат салат вот другая это салат ну, более традиционный салат традиционный салат, да я в комментарии, друзья ну я в комментарии, как вы понимаете, не успеваю смотреть поэтому, ну уж давайте мы сегодня не обращаем внимания я еще хотел привести пример вчера было довольно грандиозное открытие в Америке основатель компании Tesla открыл Gigafactory да, это одно из самых крупнейших сооружений сейчас находится на земле, оказывается завод по производству аккумуляторов для батарей ну, мы сейчас не берем оценивать там, надо я просто скажу о том, что он задумался не только о производстве но у него еще огромный кусок посвящен утилизации батарей то есть, в принципе, самые передовые сейчас производства все занимаются полным или стараются заниматься полным технологическим циклом не только производством жизненным цифром да, жизненным цифром технология но и утилизация поэтому, если мы думаем о том, что производной от нашей технологии является от высвобождения земель которые уничтожены так да вот, тут сам народ спрашивает ну что, как рыбалка, где рыба я говорю, ну да а чего вы не спрашиваете, как бетон, как стройка да я же написал, что сначала рыбалка все я тут написал, что все, друзья это самое так, сейчас все, что это самое привезли бетон поэтому рыбалку пришлось чуть отложить так что это сейчас вот а всего должно быть десять миксеров сегодня по заливке так что, если мы после каждого это если мы перед каждым это будем менять, то мы так рыбы сегодня не поймаем мы сегодня так, друзья чувствую, голодными и останемся нет, там уже приготовили да, там уже словили что-то нет, там не словили там словили уже мясо ааа ну ты зачем так я только всех приучаю к тому, что поймал то и поел а тут говорят шашлык если не хотите, то можете узнать да а тут, оказывается, говорят шашлык еще готовят ну это конечно значит, вот смотрите вот стоит Кирилл Шинко это вот широкая спина самая широкая да который ест огурец с эко-технопаркой а, яблоко яблоко он сорвал Анатолий Доварович так, как натуральные продукты впечатляют, конечно очень здорово ну а свою эмоцию Кирилл вот когда ты видишь строительство ты здесь был в апреле когда был фестиваль когда ты двигал то есть как у тебя ощущения как, как скажи много изменилось благоприятно ну, как все впечатляет просто кажется на уровне фантастики там фантастика это реально понимаешь что через там какое-то ближайшее время все это заработает ну, друзья, не имею ну, все ну, вот в случае стороны да версии билетной по-разному ну, в случае ну, в случае это фундамент это да это нашего дома будет 10 баллов за метрясение сколько баллов? 10 10 баллов а здесь так будет трясти? нет не всякий случай Беларусь находится не в очень самоопасной зоне это не сложно сделать там 15 метров это не сложно сделать а потом где же будет зашит ну, обогрев где же где там чтобы вы понимали это будет не просто изба это будет правда красиво 8 а там дальше вопрос идёт а на сколько баллов рассчитаны струны то есть путевая структура кстати, видите, хорошие вопросы пошли 10 баллов 10 баллов, да? объясните, почему почему не рухнет именно от 10 баллов и не будет эффекта домино я люблю давать ответы на уровне на уровне домохозяйки вот представьте, мы натянули верёвочку между двумя деревьями поставили палочки и повесили бельё ну, все знают как на верёвке вешать бельё и потом начинаем трясти вот как вы думаете что с верёвкой будет? ничего ничего палочка можно упасть ну, палочка вот эта ну, чтобы эта палочка упала ну, извините там и 10 килограммов не хватит да? а теперь возьмите традиционную стакану я её демонстрирую тоже иногда беру скрепки кладу одну скрепочку в другую третью это опоры потом кладу скрепочки это балки так дунул и всё улетело если чё с трясти оно падает составная конструкция или да и неразрезная предварительно напряжённая это где нет ни одного стыка это она ведёт себя по другому да? о! нашу рыбу ловят пока мы тут отвлекаемся там ловят смотрите карпа тут бетон ловят между прочим рыбы там наш человек поэтому нашу рыбу никуда не денешь? нет опа смотрите окунька как он поймал карпа да всё мы ещё пошли рыбачить пока потом давайте глянем давайте вот друзья всё-таки такая рыбача я обещал показать как мы в прямом эфире так сказать а отключать нам нельзя вот в чём-то потому что пока опять включится нам не менее поэтому ну всё друзья то есть сейчас я вам переключу Анатолий Дорча вот Анатолий Дорча то есть очень важно было просмотреть проверить перед заливкой бетона проконтролировать что того качества бетона что подготовили всю подможку только все точно все красиво мы это видно это подготовка бетона это не фундамент это просто контур фундамент так сказать ныкране через анатолий фундамент собственно вот поэтому сейчас всё уже здесь начнётся то есть дальше пойдут уже походу дальше у нас ещё будет на опору сидя заливаться да и там будет заливать Поэтому у нас еще две будет сегодня, а сейчас будет небольшой, ну не то что перерыв, как мы говорили, что Антон Эдуард все-таки будет ловить карпа, вот, так сказать, а мы... Который я же запустил. Да, который, вот, а мы тогда, давайте выключаться не будем, и тогда в прямом эфире посмотрим, как Антон Эдуард все-таки выловит нам карпа на ужин. Но я уже понял, что мы уже долго не умрем, а? Ну, есть помощник. Одного карпа уже поймали сегодня, пока мы тут, пока мы тут с вами бетоном... Это, кстати, наш сторож, заядлый рыбак, он столько рыбы выпустил, то есть он ловит в реках, в озерах рыбу, привозит и сам запускает. Потом двух львей там выпустит, потом еще, карасей носит, там, другую рыбу. Ну, отлично. То есть не ворует, как обычно, знаете, а не ворует ли? Нет, не ворует, наоборот, приносит, запускает и запускает. Сторож, который не ворует, а приносит рыбу в озеро. Ну, это, друзья, тоже по-скайвеевски, это тоже по-нашему. Да. Так, ну, все, сейчас начнут заливать, да? Ну, сейчас он хочет там сбросить первую рыбу. Ага. Продукты? Продукты? Или что, да? Ну, да, он, наверное, первый сбросит туда. Там, может быть, задето, если бы еще, старый бетонный. Ну, я думаю, скорее всего, ворует. Потом это пошло в бетонную, например. Какие-то вопросы идут. Без какого материала будет облицовка станции? Переключите камеру, да. Это, конечно, облицовка материала, который, ну, так что попросит заказчика и просто хотят посмотреть, как это будет выглядеть, заливаться. Это пока продуваемый. Да, тут ничего хитрого. Друзья, просто сейчас очень яркое солнце, и я, то, что вы пишете, на экране очень практически... Это да, то есть не видно, поэтому давайте на ряд вопросов мы сегодня сейчас не будем. Все-таки это такой специфический у нас сегодня, как бы, там включение, репортаж, суббота. Видите, это так субботний, скажем так, выходной день инженера Юницкого. Вот, поэтому... Обычный. Обычный, да. Обычный. Полигония. На технопарке, да. Но, тем не менее, видите, мы как-то пытаемся из этого изобразить, что у нас здесь... Мы пытаемся, покажем, показываем, кто есть. Нет, я пытаюсь, то пытаемся, то рыбу половить. Мы делаем фотошоп. Да, да, да. Это все нарисованные картинки, на самом деле. Да. Да. Друзья, очень интересно много сейчас слышать о том, что все, что здесь делается сейчас, это изображается, это что-то... Вот, вот мы сейчас... Мы сами провоцируем. Да, вот. Мы пытаемся изобразить. А вы что скидываете? Мы пытаемся изобразить отдых, Анатолий Толли. Я сказал, что это не отдых, это работа с отдыхом. Ну, вот тут рыбу поймать, вот там что-то пожарить. Я работаю. Я к тому, что я говорю, мы постоянно отмекаем. Иначе, что не работает, 5 часов. Да, я знаю. И все разогонтили. Я пошел спать уже пол первого, а Анатолий Толли еще готовил документы для, могу даже сказать, для боливийского проекта. Бизнес-план, очень интересный для Боливии. Да, у нас две недели назад была делегация Боливии, что Виктор может сказать. И Анатолий Толли готовил бизнес-планы, документы и так далее. Вот, я могу сказать, что... Сергей Анатольевич еще сказал. Да. Все? Я, значит, присоединяюсь. Нет, просто Виктор принимал эту делегацию. Я был свидетелем того, что Анатолий Толли готовил, а я в пол первого лег спать, потому что сил у меня больше уже не было. Все будет новостями. Все будет по мере развития. Да. Так, ну что, Анатолий Толли, вы все-таки карпа нам поймаете сегодня? Вот и дождемся, дали еще залить. Ну, давайте, да, сейчас. Пока еще видите, бетон же не... Качают, насос качают, да? Нет, залить надо бетон. Ну, да, да, качают. Сейчас первый бетон начнется заливаться, друзья. Вот, и я все-таки очень хочу, чтобы Анатолий Толли поймал карпа, потому что я очень хочу его съесть. Может, вы просто есть хотите? Ну, если я тоже, конечно, если я тоже, конечно, хочу. Вот, но... Ну, это вот, просто переключите камеру, как показать. Нет, вот еще пока, покажите сейчас, вот, бетон. Да, вот. Пока еще там нет бетона. Ну, вот, заливаю, да, заливаю бетон. Так, а я что-то не понял, наоборот, что-то, наоборот, вот сейчас не остановлюсь. Все, вот сейчас я тоже... Смотрите, вот эти яркости, телефон, или больше, на экране. Максимально ярко. Да. А еще, от яркости так уже батарейка садится быстрее, чем смогут заряжаться. Ну, вот, заливается бетон сейчас в насос. Вот, кирилл Шамко. Следующий Кирилл Шамко. Следующий Кирилл Шамко, да, который своей широкой грудью инспектирует, так сказать, это... Вот видите, у него даже на голове кепка. Да, кверток. Да. Вот, значок. Скайный, видите? Настоящий. Настоящий, да. Пошел бетон Первый пошел Тут он пишет Еще лет 20 и все будут делать роботы Друзья, однозначно Что вы будете делать? На диване лежать? Мы будем путешествовать Вообще, все станции Роботы займут свою нишу А мы должны другим ездить И мы должны быть Мы должны работать Иначе мы выберем Роботы займут нашу нишу Поэтому не надо Перекладывать все на робот Народ пишет Мы будем роботов чинить Они станут роботами А что будут эти роботы Роботы будут управлять людьми Которые их хилят Ну ладно Так нельзя Пошел, пошел Это вода Да, поэтому не просто Это не промывает Ничем Вот это Все, вот так потом Вот, все Сейчас теперь Без автобус не доешу Понятно Встрахивают Все Чистоплотный белорусский рабочий Встрахивает бетонный кусок с ног Никто и специально не ждал Слоя это 25 сантиметров Обычный наш Рабочий Пошел в бетон, да Не, впределось ради Механическая лапа Вот сама Горячка Не, по-моему Что-то как У меня не возникает Что все будет роботов и нас делать Нет Так у нас и жизнь у нас будет У нас еще и кушать будете Да Любовью заниматься Детей раздаваем А мы что будем делать А мы будем роботов делать А нас не будет Каким образом вы будете Прессонный Изобретатель Мех Или не прессонный Прессонный Не прессонный Нет По прогнозам Сколько там Первый Продлижащий 10-15-20 лет 63% Работы заменят Работы Адвокаты Хирургия А лопата Тоже робот Который Янку Человек Это тоже робот Тоже робот Лопата сама Без человека Какой-то работ Нет Механизм Робот Это механизм Надо его перецентировать Естественно Если мы отдадим Нашу жизнь То мы не нужны Конечно Вот здесь Понимаете Он правильно пишет Откроются другие Вакансии Люди будут заниматься Свойствами Ему делом Роботы будут делать То что обслуживает Человек Я не против Это не того Что за все Будет делать робот Нет Это неправильно Это неправильно Роботы должны делать Свойствами Работу А люди должны Роботам Роботам Людям Людям Анатолий Есть предложение Пойти в карп Приступаем Потому что Это пожарный водоем Здесь водятся карпы Они здесь завелись Когда сюда пришел Экотехнопарк Друзья Можно задать вопрос Кто из вас В прямом эфире Когда ловил карпа Я здесь был год назад Я бы не сказал Что здесь год назад Вообще ничего быть не могло Здесь бы рвы Бурьян Кустарник А то что здесь сегодня Строится экотехнопарк Так и вот П-образный опор Видите Так сейчас я переключу Дяди пошли Видите Потом конечно Откачать приходят А вот те вот стойки Что мы там смотрели Да Они вот дерево Смотрите П-образный опор Заривка бетона Да А это вот как раз Сюда И там еще вторая Да вот видите Это опоры Там анкерная опора Вот То есть это все Прямо друзья Прямо не отходя Я так скажу Вот производство То есть Здесь видите Вот там у нас Льют бетон Вот А здесь вот мы Прямо рядом Ловим рыбу Вот так что Ловим Ловим на то же Череколь Вот Это Череколь Видите Через древиночку Одетый Да Марина горка Друзья Мы сейчас Мариной горке И пока в перерывах Между тем Как льют бетон Антон Дуарович Ловит рыбу Ну как Антон Дуарович Ловись рыбка Большая и маленькая Все Сейчас будем с вами В прямом эфире Болеть за Антон Дуаровича Чтобы Поймать рыбу Вы будете болеть А мы Как раз за то Чтобы нам ее потом съесть Пишут Антон Дуарович Золотая ловись Вот А я могу сказать Что я много С Антон Дуаровичем Участвовал в рыбалке Он такой заядлый рыбак Вот И он даже меня К рыбалке приобщил Я никогда в жизни Не ловил рыбу до этого Вот А сейчас Тоже Стал Активным рыбаком И даже Детей своих Приобщил у меня Сын теперь Активный рыбак Вот Так что Вот сейчас будем Анатолий Дуарович Смотрите Прыгает Прыгает Все Вот сейчас Вот мы с вами В прямом эфире Смотрим Как Анатолий Дуарович Ловит рыбу Опа Нет Нет Ладно Да Фальшстарт Но клевало Но клевало Так друзья Вам поплавок видно? Да Поэтому друзья Чем интересно Что мы находимся В экотехнопарке Вот я сейчас Мы находимся С вами В экотехнопарке Это пожарный водоем Сюда завезли рыбу Так сказать Мы Видите Сейчас Мы и находясь На работе Опа Там клюет Друзья Клюет Я вам покажу Сейчас Поплавок Поплавок Вот И вот Анатолий Дуарович Понимаете Так сказать Это его всегда мечта Чтобы заниматься И работой И рыбалкой Все И сейчас Видите Так сказать Идет прям Анатолий Дуарович Вот вы Ощущаете себя Сейчас счастливым Человеком Идет стройка Строится Экотехнопарк Есть опоры Есть партнеры Которые ходят А вы ловите рыбу На своем Экотехнопарке Друзья Но это надо Нашим 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 Рыбом Так Спрашивают На что ловите Анатолий Дарж На то же Чем мы кормим Копикорм Да Копикорм То есть мы Кормим Их Для чего Рединочка Да Лучше всего Три Ловите Ага Где она Корнется Ну Это Точно 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 Вот Так Ротубь Но клевала, Анатольевич, клевала. Смотрите, Кирилл, Кирилл, дергай, дергай, Анатольевич выдернул, в итоге рано. А че там? А че с ним? Есть! Есть! Садок, 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 садок. Под сад. Друзья, рыбу тянем, Бабурин тащит. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Есть! Ура! Бабурин рыбу поймал. Все, все, друзья, в прямом эфире вы, так сказать, на Сазана похож. Да. Юницкий с Бабурином вытащили в экотех на парке рыбу. Красивый. Да. А, ну, судя по среде обитания, он такой обретает окрас. Ну, рыжий, да, рыжий. Не-не-не, обретает... Это что, глина? Заглотил, да, глина. Заглотил глубоко, а. Не могу достать. Есть! Вон, садок, 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 дергай. Уже третья на сегодня. Нет, мы же там не для продажи. Так, видите, там идет... Так, ну что, Анатолий Иванович, с почином. Да. Так что сегодня на уху уже будет. Тут рыба... Только что же рыбу вытащили, вон положили. Сейчас еще так... Анатолий Иванович, а здесь... А этот клюет же, смотрите. Нет, нет, нет. Вот, поэтому, как мы сегодня обещали, в прямом эфире одного карпа Бабурин с Винницким уже поймали. А, это нерабочие? Да, это пока еще не закидывали, нерабочие, да. Так что, друзья, видите, процесс идет, заливка идет. Звук, конечно, так сказать, это... Ловить рыбу под звуки, но... Да, ну что делать, да, приходится... Приходится, так сказать, это... Ну, весело. Это как рыбу подставать? Вообще, знаете, это было так великолепно, я прям этими руками держал этот подсак. Нет, там нерабочие, там нерабочие. Я этими руками держал этот подсак, и эта рыба, она смотрела на меня, я тащил ее. Это был такой... Спасибо, спасибо всем. А что ты надевает эти резиночки на эти маленькие... Пускай, ребят, чего? Кипикорма? Кипикорм, да? Кипикорм, да? Кипикорм, да? Да. Поэтому, друзья, я могу сказать, что я даже не ожидал, что сегодня, когда... Мивницкий сказал, что мы едем сегодня, там, смотреть заливку бетона, и так далее, и так далее, что удастся еще и рыбу половить. С Кириллом... Сейчас еще поймаем, да? Да, сейчас обязательно поймаем. Сейчас вы еще потащите. Ну, во всяком случае, да, будет поклевку, мы увидим. Вот. Что с Кириллом еще, так сказать, это сейчас... Вот, тут не обрадовываешь. Ой, прошу прощения, у меня нет телефона. Так, ну, ух уж эти новые чиновники. Видите, что... Работа не на секунду, все, первый миксер пошел. Вон, видите. То есть, мы рыбу ловим. Один залил. Да, мы рыбу ловим, а вот, видите, там, один миксер пошел. Вот, сейчас будет... Сегодня, вообще, где-то будет десять, и поэтому, как раз, Анатолий Доварович сказал, что, пока последний не поконтролируем, не уедем. Вот. Ну, ты это прям... Ты это прям выкратил. Ты это прям выкратил. Я только всем рассказываю, что мы здесь голодаем, и что пока рыбу не поймаем, мы сегодня будем голодные. А тут, оказывается, еще и шашлыки пожарили, поэтому... Как рыбы. Которую только что поймали, вы сами видели. Вот. Поэтому, друзья, видите, жизнь идет, работа идет, и мы можем сказать, что мы и работать умеем. Да, Анатолий Доварович? Нет. Это вот первый... Да, я уже показал. Этот первый миксер пошел. Он должно быть. Еще сегодня, да, около десяти миксеров сегодня будет. Поэтому, друзья, видите, единственное, что я могу сказать вам абсолютно точно, и вы можете в это поверить сто процентов, что мы находимся в Марьиной горке, что мы ловим рыбу из пожарного пруда, что здесь заливается рядом опора, фундамент дома, а дальше будут заливаться анкерные опоры. Поэтому... На земле, где был гурья. Да, на земле, где был танковый полигон. На земле, где был танковый полигон. И это, друзья, наш выходной день. Сегодня мы это делаем. Работаем. Ну да, мы немножко, конечно, брендированные, но что... И тут же строится дорога, которая изменит мир. И это, друзья, если хотите сказать, что мы это сделали в фотошопе, то это очень трудно будет доказать. Потому что надо смотреть эту запись, потому что это все в реальном времени. Ох, смотри, какая рыба прыгает здесь, друзья. Тоже фотошопленная. Тоже фотошопленная, да. Поэтому однозначно можно сказать, что мы делаем, то, что мы говорим, декларируем и реализуем, это абсолютная правда. Поэтому, не знаю, сейчас, если еще чуть-чуть, наверное, посидим, может быть, еще одну рыбу в прямом эфире выловим. Ну, я могу сказать, что, во всяком случае, одну. Настя, зовут, дочь. Антон Юрьевич, клюет. Антон Юрьевич, клюет. Ура dessa фотография. да давай 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 есть все это мы отпускаем наверно не он пойдет ты чё самый вкусный жареный это самый карт такой вот друзья видите друзья второго карпа в прямом эфире причем уникальное такое что звонила настя дочка антон дарча на в прямом эфире с ним разговаривал видела как мы в перископе вылавливаем рыбу и тут мы вала пить и так сказать поэтому так антон дарич мечта рыбака да ну что друзья сейчас как бы понятно что есть пожарный водоем что в этом пожар да что в этом пожарном водоеме что за лужи это лует друзья это не лужи это пожарный водоем на эко технопарке но который еще служит как раз у нас видите из которого чудесным образом вылавливаются карпы вот так что два карпа в прямом эфире мы уже выловили вот то есть мы уже я вас точно могу сказать что мы уже сегодня сухой вот так что озеро там подальше да озеро дальше там не знаю видно да там это она мелкая там все и там антон дарча тут он вам рассказывал во вторник что он прирезал тут еще земли вот и в итоге эко технопарка увеличился теперь тут ну сейчас идет оформление документов то есть как бы это и будет в эко технопарке уже 200 гектар вот соответственно вся сельхоз части все что связано с почвами с это она будет вынесена туда вот а здесь будет именно техноплощадкой которые так сказать это так виктор тут спрашивают когда новости из австралии могу сказать на следующей неделе ждите наверно они же честно я нахожусь беларуси я не могу вам сделать новости из австралии у вас из австралии будут тогда когда наши партнеры в австралии сделают новости поэтому Ждите Все будет, когда они нам их дадут Да Можно сказать Я думаю, что на следующей неделе уже будет интересно Да, будет интересно И настолько интересно Ну, опять же, интересно Для кого-то Когда к нам приезжали австралийские делегации И инженеры высокого уровня Многие спрашивали А что это за мужики ходят? Поэтому для кого-то это просто мужики Для кого-то новости из Австралии будут просто Какие-то компании подписали Какой-то непонятный документ Ну Все Так что На следующей неделе посмотрим Это ветер, да? Это Беларусь, да Это Беларусь Это Беларусь Да, друзья Мы в Экотехнопарке Где строим новые технологии Строим ДАВАП по новой технологии И чуть-чуть ловим карпов себе на ужин Это вроде как Опа, Антон, клюет, клюет Клюет Все, все, все Карпов она не выречена Так, друзья Сейчас будет третий карп в прямом эфире Давайте сейчас будем переключаться Поэтому Не, пока все Да, не, но он видишь Он что-то поклевка идет Он как бы это Сейчас клюнет Клюнет Ну это я вам показывал Поплавок Так что Вот Вот Поэтому, друзья Я думаю, что Наверное, после вот этой недели Наших репортажей Во всяком случае Все, кто будет говорить, что В Экотехнопарке ничего не происходит И я там ничего не видел Я ничего не верю Я буду с такими друзьями Просто вешать трубку и не разговаривать Поэтому Смотрите Перископ Если вам это не надо Друзья, приезжайте Смотрите своими глазами Да, то есть вы можете посмотреть Что здесь нету Высокого бетонного забора С колючей проволокой Да Поэтому мы физически не можем Почему все время Дереться Заком фотошопе Что Вы не верите В интернете В интернете сейчас активно идет Велна, Кирилл О том, что утверждают Что мы сделали фотошоп И все, что мы здесь показываем Это ерунда Что этого нет в природе Из Киргизии Друзья из Киргизии Мы всегда С большим уважением Алексей Суходоев В ближайшее время едет Вот Тут пришел Кирилл Геноводитель Видите, так сказать Такой колоритный мужчина Сергей Анатольевич Он не забрендировал Его нельзя показывать Он не в майке Скайвея Он не в майке Скайвея Пришел, сказал Что шашлык стынет Так что это самое Привет из Англии, Анатольевич Да, то есть сейчас Наш инвестор Да, но сейчас в основном Смотрят же инвестора Да Он уже давно Что-то трогает Трогает Привет из Сибири, Анатольевич Из Иркутска Всем привет Да, тут обещали в октябре Друзья, все, что будет Все идет по графику Все покажем Мне просто сложно Ох, привет Но идет все по графику Здорово Это не Нового года Так что посетили золотень Ну да Пишет Папуля молодец Интересно, это кто пишет, Анатольевич Настенька Настя, привет Настя, привет Привет Он мне позвонил Я в это время Да, Настя звонила В этот В этот сам Вот, поэтому, друзья Какая цель И что мы хотели показать Мы хотели показать Что все живые люди Что мы все Делаем Ух ты, какой Карп прыгает Мы делаем большое дело Но при этом, видите Есть возможность Вот у нас есть такая возможность Заниматься стройкой Ловлей рыбы Вот, общаться с партнерами Такими, вот как Кирилл Видите, так сказать Виктор Бабурин Все это Вся эта работа идет Это вся живая работа Мы все живые люди Идет активное Скажем так Решение задач Которые мы ставим И нас трудно обвинить Что мы что-то выдаем За показуху Где здесь показуха, друзья? Вот я сейчас в перископе говорю Что конкретно мы вам показали? Яблоки, которые не растут Огурцы, которые мы не ели Рыбы, которые не ловятся Опоры, которые не стоят Да, опоры, которые не стоят Дом, который не строится Друзья, вот скажите Что реально, так сказать Это самое Или мы не говорили Что мы это будем делать И это реализуется Вот, друзья, скажите Что сегодня не соответствует Того, что мы говорили И, кстати, года еще не прошло Как было, началась стройка И года не прошло, да То есть здесь год назад, друзья Был танковый полигон Здесь был бурьян Здесь были рытвины Здесь было, так сказать Сегодня здесь сидят 4 тысячи деревьев, здесь строится экотехнопарк, все засажено травой, пострижено, строится, так сказать, глава администрации, когда он сюда приехал, он просто офигел, так сказать, это. Это правильно выражается, Антон Даш? Да, ну, он, да, удивился, удивился, да. Вырубляют без санеков козов, говорят, а почему вы... Антон Даш, они говорят, струн нету, так сказать, на вопрос, как нету. А леска это кто? Да, Антон Даш говорит, труда есть, да. Друзья, в октябре, когда будем показывать, вот эта путевая структура, которая будет, она монтироваться будет очень быстро, и она сейчас изготавливается в цеху, а здесь идет только монтаж, поэтому... Все в своем время, струны натянем. Да, друзья, и струны натянем, и все покажем. Труны, это часть, рельсы, струны, это не сама по себе. Натянуем провоку, это не проблема. Там есть целый производственный цех, сложный, впервые, когда идет промышленное изготовление. Сотен тонн металлоконструкции, это не надо думать, что это просто. Ну, мы идем, собрать. Все будет. Так, ну что, Анатолич, еще одного карпа в прямом эфире? Да, это было бы одного карпа. Вот троица людей. А вот та рыба, которая до этого, это, по-поймо, она была в сторону, что ли? Там же до этого, там же все сидит. Так, ну что, друзья, мы все надеемся все-таки еще одного карпа увидеть в прямом эфире. Дверь ушел, с рыбой ушла. Да, на дальний кордон. Дверь ушел на дальний кордон. Дальше он туда рыбу не могла. А она во второй группе, может быть, я поделась? Она обычно пугается, что она мужчина. Так, нам нет нужды оправдываться. Да нет, друзья, тут ни в коем случае мы не оправдываемся и не делаем. Мы просто, ну, были определенные, как бы там вот, на прошлой неделе у нас там пикировки, там претензии в наш адрес. Поэтому мы-то, друзья, для тех, кто с нами уже и не год, и не два, мы знаем, что мы делаем, как мы. И у нас тут даже нет никаких сомнений, поэтому мы-то все это делаем, как вы, наверное, друзья уже поняли, с неким таким юмором. Вот, и с некой такой подачей. Поэтому это свойственная нам природа, так сказать, и даже... Нет, ну, странно, когда комар жужжит и пытается тело косить, кусить. Да, ну, надо обращать внимание, или не надо? Да, ну, надо. Иначе он укусит, еще кроме заразы не все. Да, да. Виктор был, не знаю, да? Антон Юрьевичу тут на прошлой неделе могу... Нельзя не реагировать. В этой тайне... Нормально, с умором, делаем из этого трагедия. Да, да, да. Антон Юрьевичу на прошлой неделе, когда он здесь собирал грибы, кусил клещ. Вот, и были там опасения, анализы сдавали, вот, для того, чтобы как бы все... Ну, все оказалось, все хорошо, никаких проблем. Вот, так что, друзья, цели, задачи, которые мы ставили на этой неделе, показали, что мы реальная компания, мы реальные люди, мы делаем... Да, сейчас я покажу еще, друзья, еще два миксера подходят, потому что сегодня как раз Антон Юрьевич должен проконтролировать и просмотреть вот 10 миксеров, которые придут, зальют, потому что от качества и от как заливается, зависит технология, и тут как раз на первом таких этапах, очень важных, все приходится контролировать ему лично, потому что именно для того, чтобы быть уверенным, что все происходит именно так, как предписаны технологии. Анатолий Юрьевич должен проконтролировать 10 миксеров и трех карпов. Вот третьего карпа сейчас мы все пытаемся... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!